Продолжение следует... Расскажу, как далеко может завести попытка вхождения в отраслевую журналистику, невольного вхождения в отраслевую журналистику, в моем случае это отраслевая журналистика в области интернета, и до каких последствий она доводит. К концу поймите, о чем я говорю. Причем, как и всем спикерам, мне придется выполнить важную задачу не выходить из этого круга, если есть такая штука. Я буду за этим внимательно следить. Мне почему-то казалось, что это сложно. Поскольку, говоря о вещах, не интересующих искренне, я обычно увлекаюсь. И тут никакими кругами меня не остановишь. Итак, значит, рунтология о примере возникновения аудиоканала, аудиомедиаканала, если быть точным. Начну с того, что, как это говорится в одном анекдоте, я не настоящий сварщик. Кто знает продолжение, я маску настройки нашел. Вообще-то, я не занимаюсь журналистикой, и тем, чем занялся сегодня в рамках одного проекта, о котором и будет рассказ в конце, я строю различные веб-проекты. У меня есть свой небольшой продюсерский центр, он же издательский дом, маленький, но гордок я называю. Я построил несколько проектов с посещаемостью в сотни тысяч человек в сутки. Это календру, скажем, школа жизнеру. Я строил сервисы социальных закладок, один из которых успешно продал корпорации Росбизнес Консалтинг и так далее. Занимался даже построением белого и пушистого форекс-брокера, как я это называю, то есть того, который был бы красив и клиент-ориентирован. Но в конечном счете так получилось, что я занялся также и подкастами. Отпускаю подробности, почему подкастами, то есть аудиопрограммами, идущими не в радиоэфире, а идущими, для тех, кто не знает, идущими в формате MP3, находящимися в интернете. В чем плюс этого аудиоформата? В чем сравнение, скажем, с текстовым форматом, если сравнить с блогом или микроблогом? В том, что в отличие от текста здесь присутствует живое дыхание, не такое дыхание. Это другой жанр, это скорее эротическое кино, а дыхание как интонация. Дыхание как возможность, донося какую-то информацию, донести и невербалику. То есть я делаю паузу, и это позволяет мне взять внимание или отпустить внимание. Вот это то, что позволяет донести аудио. Ну и в сравнении с видео, аудио гораздо проще. Если делать какой-то свой медиаканал, проще в изготовлении. Есть и минусы, если говорить в справедливости радио, требуются определенные спикерские навыки. Если вы собираетесь выражаться только в аудиоварианте, необходимо наличие аппаратуры, если вы делаете качественный аудиопроект, ну и так далее. Так вот, непосредственно об опыте рунтологии. Это такое, те, кто не знает, отраслевой подкаст, отраслевая программа, интервью с ведущими специалистами Рунета. Началось все с того, что я находился... Вышел из круга. Я находился в Германии много лет. Так получилось, что я там прожил лет 8. И строя проекты в Рунете, у меня был серьезный дефицит общения. Я придумал себе такую штуку, что я буду общаться с коллегами посредством передачи. Ну то есть я не просто буду, скажем, названивать или писать руководителю соцсети «Одноклассники» или топ-менеджеру российского Google или сооснователю Яндекса. Это все гости рунтологии, как и сотни других. А предложу им поучаствовать в интервью. Пока суть до дела, в общем, началось все в таком варианте более-менее как бы наколенном. Постепенно появились... Я понял, что очень много времени занимают у меня эти интервью. Я стал их делать еженедельно. Я стал к ним готовиться. Это по 7-8 часов занимало каждую неделю подготовка. Поскольку я все-таки добросовестный человек и понимал, что сговаривать с коллегами, профессиональными специалистами, так же, как я в области интернет-индустрии, нужно на их языке и разбираясь в их предмете. А прежде все-таки я не очень ориентировался во всех сегментах интернет-бизнеса. Сейчас чуть лучше, поскольку набрался этой самой эрудиции. Значит, постепенно я стал делегировать определенные полномочия набранным людям. Появилась редакция, появились звукорежиссеры, появились дикторы. И выросла в итоге какая-то концепция команды, которая делает сегодня продукт. Это часовая передача, выходящая еженедельно, в которой участвуют 5-6 человек в производстве, и где я трачу уже гораздо меньше времени. Вот получился такой бренд Рунтология. И из желания пообщаться выросла аналитическая программа, которая, если вы не видели, она вот так выглядит на подкаст-терминале под FM, который, кстати говоря, тоже я строил как продюсер и предприниматель. Вот это описание, там внизу не вошло в скриншот, там находится плеер, который можно нажать. Ну, подкаст работает, как я понял, больше кто знает. Вот так это выглядит на мобильном устройстве. Если вы не использовали раньше подкаст, кстати говоря, рекомендую. Штука весьма полезная, интересная с точки зрения самообразования, с точки зрения такого роста профессионального, особенно если подписываться естественным образом на какие-то вещи вас интересующие. А сегодня уже немало существует подкастов в разных сегментах, не только в интернете. Что я вынес из вот этого странного путешествия в журналистику для себя? То, что, во-первых, я обрел значительное количество знакомств. Это можно уже использовать просто как кейс, как пример. Вот если вы хотите познакомиться с людьми, имеющими вес в вашей отрасли, а вы еще не то чтобы очень заметны, вы амбициозны, но все еще есть куда развиваться, то вариант захода «я журналист», ну или не «я журналист», «я создаю передачу», «я пишу статью». Очень работающий. И, кто интересно, это просто так, как хитрость даже работает. Люди отвечают на те вопросы, на которые в режиме переговоров, общения, по душам они бы не ответили. А вот в интервью они раскалываются. Это очень любопытно с точки зрения познавательной, с точки зрения расширения перспорционального кругозора. За те 150 выпусков с лишним, что я провел за последние три года в рамках рунтологии, я наблатыкался, извиняюсь за выражение, в электронной коммерции, в геолокационных сервисах, в разработке мобильных приложений, в построении социальных сетей, в специфике работы баннерной рекламы, в специфике контекста, в построении диджитовой стратегии маркетинга и так далее. Это колоссальная штука. Это, как я называю, страшная школа, как в анекдоте снова-таки. Школа, в которую порой очень не хочется идти, но нужно, потому что ты директор. Разумеется, колоссальную штуку дают, колоссальное развитие получают переговорные коммуникационные навыки. Когда ведешь интервью, я прежде вообще не знал в журналистике ничего, но потом начал читать, выкладывать на собственный опыт. И когда ведешь интервью, ты начинаешь слушать совершенно на другом уровне. Начинаешь слушать и слышать. Потому что прежде понимаешь, ты, слушая, в общем пропускал массу вещей мимо ушей. А тут, и слушая, слышишь, и донося важные вещи, ты, естественным образом, вот я сейчас сменил темп по ритму, я стал говорить медленнее, именно потому что у меня это автоматически возникает. Я понимаю, что я говорю важные вещи, и я замедляю темп, я начинаю искать глаза, ну в аудио варианте мне это невозможно, но я это делаю воображаемо. Я начинаю искать глаза воображаемого слушателя для того, чтобы понять, а ясно ли ему то, что я доношу сейчас. Достаточно ли это ясно. Ну и дисциплина, штука такая весьма полезная, потому что когда три года делаешь еженедельно программу, она должна обязательно выйти, так уж такие правила игры я сам придумал, каждую среду в 9 утра, то извините. Ну и как следствие, вот получилось то, что через три года жизни и 150 выпусков набралось семь суток беспрерывного прослушивания, куда вошли интервью практически со всеми ведущими топ-менеджерами отрасли. Есть еще кого добирать, может быть там кое-кого даже из спикеров сегодняшних, Байрам у меня был, помнится, да, кого-то, может быть, стоит добрать, но осталось немного людей, которые в Рунете играют значительную роль, но не были еще в программе. Более миллиона скачиваний и даже, в общем, возможность не просто вкладывать в это деньги, а получать какую-то копеечку, что, в общем, не так принципиально, но играет какую-то роль, просто хотя бы позволяет не тратиться на редакцию и все прочее. Ну, тут подборка небольшая. Мнение коллег, среди тех, кто были в ронотологии, большинство, это и президент группы компании Киеви, руководитель социальной сети Одноклассники, руководитель совладелец и президент Супержоп и так далее. Все они, как и многие другие топ-менеджеры, каждый отдельная история, каждый меня убедили в том, что бизнес и предпринимательство такая вот непознаваемая вселенная, где каждый существует по собственным законам, в отличие от вселенной естественного характера, где более-менее все небесные тела подчиняются законам одинаковым, а тут каждый умудряется по-своему это все построить, как-то каждый совершенно с нового угла и с новым способом заходит в свою отрасль и становится успешным, становится реализованным человеком, специалистом. Ну и косвенные следствия, это чтобы так, возможно, подпитать идеи, сделать нечто подобное. Так получилось, что невольно я вылез в действительно журналистику и сейчас колонка на Forbes, моя, она, как можно видеть здесь, вторая среди всех колонок на сайте Forbes. Это расшифровки собственной рунтологии в текстовом виде, такой адаптации небольшой, также выходящей еженедельно. Вышла книга в декабре этого года с подборкой интервью на базе рунтологии. Я веду передачу на радио, уже опять-таки меня вытащило туда, невольно совершенно, хотя, как напоминаю, я створщик-то не настоящий, а маску нашел на стройке. Ну и, наконец, сам последнее, так получилось, что развитие программы вдруг вытолкнуло в образование. И созерцание, общение с коллегами буквально заставило создать образовательный проект. И сегодня есть такой проект «Нетология», который, кстати говоря, вы можете видеть, там стоит наш штендер, там лежат наши рекламки. Те люди, которые рассказывают о том, как они строили свои бизнесы, как они развивали эти бизнесы, сегодня в «Нетологии». Вот они в рунтологии рассказывали, а в «Нетологии» они проводят свои семинары, мастер-классы, курсы, участвуют в конференциях. У нас в четверг, буквально через два дня будет конференция «Практика онлайн-бизнеса». Опять-таки рекомендую, есть листовочки, на выходе лежат, это история. Там цвет рунета будет рассказать о том, как вообще жизнь устроена в интернете, в предпринимательстве и так далее. Вот таким образом меня вытолкнуло в образование, в фактически социальную миссию. Ну и напоследок, в общем, причина того, почему стоялась. Понятная ниша тематическая. Возьмите свою нишу, вы занимаетесь там, чем бы ни занимались, там есть, куда копать, если вам это интересно, а об этом чуть позже. Это стиль и периодичность. Важно, чтобы то, что вы делали, было узнаваемо, профессионально и появлялось с какой-то выдержанностью. То есть, если сказан раз в неделю, раз в неделю. Может быть, там чуть пореже. Раз в месяц уже, наверное, достаточно редко о вас будут забывать. Важно, что ваш проект, как любой проект, кстати говоря, в предпринимательстве, вот в данном случае в области медиа, должен постоянно эволюционировать. Как содержание, так и форма. Моя программа «Ронтология» приобретала различные очертания в течение 3-3 лет. Ну, постоянно практически. То есть, постоянно это шло какая-то доточка. Постоянно какие-то части этого камня срезались резцом, надеюсь, взрослеющего мастера в моем лице. Ну, и важно, конечно, если вы предприниматель или специалист, чтобы вам помогали. Я просто вынес практически всю работу подготовки на редакцию. И я трачу теперь не 7-8 часов в неделю, а 2 часа. Час интервью, час совещания перед интервью. С редакцией, которая подготовила мне материалы. Ну, и самое главное, это ваш искренний личный интерес к предмету, о котором вы говорите. Вот, собственно, пожалуй, все, что я мог рассказать на сегодня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ